Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. Мы говорим о турнире претендентов, о больших шахматах, которые наконец-то вернулись и, безусловно, уже успели порадовать болельщиков. Ну, а кого-то разочаровать. Итак, друзья, одна из этих партий, вашему вниманию, партия между Фабианом Круаной и Максимом Ашелограу. Итак, что же происходило в этой замечательной партии? Происходило следующее. Сицилианская защита, одно из главных оружий Максима Ашелограу, вариант Найдорфа, который он никогда не боялся идти. Ну и Фабиана Круана за год успел, наверное, посмотреть что-то. И вот такую бомбу, друзья, сейчас мы увидим, которую подготовил Фабиана к этой партии. Итак, вариант отравленной пешки. Известнейший вариант со времен Каспарова являлся чуть ли не самой главной табией варианта Слон-Ж5. И стратегическая игра здесь никого не волнует. Здесь идет строгая аналитическая работа. И в советские времена люди убивали здесь сутки, сутки, а может быть и месяца и года. Итак, друзья, давайте посмотрим. В этой позиции, кстати, одна из главных стартовых табий. Убило здесь несколько возможностей. Это и Е5, и Ф5. И Слон Е2 иногда играют. Но вот в этой партии Фабиана играл очень быстро. И показывал виртуозную подготовку. Итак, Е5, Х6. Вот такой уже боевик начинается с самого начала. Для тех, кто не знаком с этим вариантом, обязательно советую вам посмотреть хоть что-то. И вот одно из этих, одно из таких разветвлений произошло здесь. Слон H4, D, E, F, E, Q, D7. Все это встречалось неоднократно. Тысячи партий были сыграны. И игра белых состоит в том, что они должны стараться максимально наращивать агрессию. Постоянно создавать ситуации и бороться за инициативу всеми возможными путями. Иначе черные очень быстро завоюют еще материал. В конце концов, закончат развитие и примутся реализовывать его. Поэтому здесь следует такая ветка. Конь Е4. Черные забирают еще одну пешку. У них уже две лишних. Ладья D1. Ферзь D5. Ферзь централизуется. Одновременно нападает на коня. И ферзь Е3. Ферзь Е5. Три лишние пешки с дебют. Вот такое начало. Безусловно, всегда интересно. Особенно для тех, кто с шахматами или стабиями не так сильно знаком. Или кому просто лень учить варианты. Это особенно актуально. Итак, С3. Этот ход достаточно интересный. Хотя не самый популярный. Но встречался он неоднократно. И прежде всего в партиях по переписке. Итак, слон С5. Как мы знаем, кстати, прошу прощения, не отметил, то, что партии переписочников, а не отдельного внимания у профессионалов, у топ-шахматистов, пользуются. И, безусловно, этим партиям доверяют, проверяют и еще выкапывают. Копают, копают и находят. И вот одна из таких идей, которая случилась в этой партии. Слон Ж3, ферзь Д5. Ну и здесь, в отличие от партий предшественников, обычно белые здесь играли слон Д6. Ну и, в общем-то, по большому счету ничего не добивались. В этой же партии последовал фантастический ход слона С4. Ну, болельщики, конечно, здесь начали потирать ладошки. То, что здесь уже скучно дальше, точно не будет. И Каруана подкручивает в лучших традициях Таля, не знаю, Спасского и прочих очень сильных инициативных игроков. Ну и, очевидно, что настрой был совершенно невероятным, решительным. И Каруана, надо сказать, надо отметить, что провел партию на высочайшем уровне. Также играл и Максим. Ну, слона надо, конечно, кушать. Безусловно, других вариантов просто нету. И вот такой тихий ход слон Д6. Создающий угрозу взятия на Ц5, освобождая, таким образом, поле Д6 для коня. Что еще можно сказать? Можно сказать, что в партиях предшественников, когда люди готовятся, можно найти какие-то занимательные моменты, аспекты. И вот по поводу варианта слона Д6 сразу можно отметить, что одна из таких партий была сыграна человеком с фамилией Ол Ийник. Ну, то есть, говорят другим языком. То есть, белые идут, по большому счету, в Ол И. Ну, игра слов, понятно. Да не обидится на меня господин Ол Ийник. Тем не менее, в 2010 году была такая партия по переписке. Она закончилась в ничью. Итак, ну, мы смотрим то, что было в нашей партии. Слон Д6. Максим, конечно, эту позицию тоже знал. Безусловно, на пресс-конференции его спросили, что вы думали, когда вы увидели ход слона С4. Но я думаю, что этот вопрос был больше для публики, для зрителей. Конечно, Максим все это прекрасно тоже понимал и знал. Слон Д6 и сделал ход коню в 6. Вот такой первый интересный момент, который надо отметить. Что в случае взятия слоном на Д4, белые играли ладья Б4. Ферзь Б3. Ферзь Ж3. Нападая на пешку Ж7, мы видим, что король в центре находится. И непросто находить хорошие поля для его безопасности. И черным пришлось бы играть уже с Ж5. И в этом случае после рокировки, вот даже визуально, мы видим серьезнейший инициативу в белые. Ну, желающих проверять компьютерные анализы на высоком уровне, когда у тебя не все ходы, может быть, записаны. Потому как перед партией ты не можешь весь периметр Найдерфа пересмотреть и угадать, что именно в этом тебя ждут и надеются и верят, как говорится. И поэтому, конечно, хочется сыграть где-то понадежнее. Или при подготовке эта линия надежности уже как-то посмотрена. Поэтому, конечно, такой поворот был возможен, но Максим Ашье решил сыграть по-другому. Итак, он сыграл кони в 6. Решил он вернуть награбленное. Фигур стало поровну, однако пешек у белых не хватает, мягко говоря. И вот такая вот шашечная конструкция мы видим в центре. И достаточно занимательна. Итак, второй критический момент, когда партия могла пойти по другому сценарию, это взятие на С3. В этом случае белый король как-то неожиданно начинал двигаться в центр. И после ферзь Б2, возможно, пошел бы на Ф3. Занимательная позиция. Белых вроде как ничего и не грозит. Но на самом деле у черных не так много ходов. Ну и здесь вот, возможно, такой вот вариант. Нагромождение фигур. Форсированная линия, где белые получают лишнюю фигуру. Ну, у черных куча пешек за нее. Ну и вот эту позицию можно оценить как игровую. Конечно, белые скорее не рискуют. Хотя все бывает на топ уровне. И просто у обычных смертных шахматистов такие позиции могут играться на три результата. Не знаю, как оценить это. Но черный слон выходит на Б7. Конь на Д5 крепко стоит. Ну, в общем-то, у белых лишняя фигура. Так, ну, для аналитиков идем дальше. Итак, ну, Максим сыграл ладья Ж8. Конь бьет Е6 последовательно. Все это смотрелось на компьютерах, конечно же, до сих пор. Все это подготовка. И Круан играл крайне быстро. Он накапливал время в дебюте. Ну, а Максим отбивался. Отбивался. В принципе, ему это удавалось. Вот, значит, следующее случилось. Взятие на Е6. Конь Е6. И ферзь бьет С3. Что-то сказать здесь, где-то сказать ничего. Какие еще были альтернативы? Был ход конь Е6. Потрясающе совершенно. С идеей спрятаться потом королем на Ф7. В этом случае у белых возникали возможности, связанные с ходом конь Д8. Или с ходом конь Ж5. Или конь Беж7. Но, опять-таки, решиться на такое, не посмотрев, в варианты очень сложно. Особенно понимая тот момент, что у Карл Ван это точно все посмотрит. Ну, что же, давайте смотреть дальше. Сыграл, опять-таки, Максим понадежнее. Ну, вот, произошла следующая репозиция. Взять на С3. Конь С3. Шаг на С7. Обязательным порядком. Король Ф7. И вот этот еще третий, уже третий момент, где Максиму приходилось решаться на такие важные, перед ним стоял важный выбор, и он должен был решать так или иначе, куда же ему двигаться. И когда в течение партии, как правильно вчера, Евгений Томашевский во время трансляции с прекрасной Александрой Костенюк и Екатерина Лагно общались, как раз-таки была сказана вот эта вот фраза знаменитая, что когда перед тобой становится постоянно какой-то выбор, очень тяжело. То есть, образно говоря, с каждым выбором правильный выбор, вероятность ошибки возрастает, скажем так. Ну и вот, в этой позиции у черных была альтернатива крайне интересная. Не знаю, насколько она была... Насколько она была играбельной, тем не менее, на мой взгляд, король Д7 заслуживал серьезнейшего внимания, после чего следующий вариант, возможно, ладья Д3. Ладью нужно спасать. Конь Е4. Слон Ф4. Опять-таки единственные ходы. Король С6. Конь Б8. И вот черные таким вот образом стараются укрепиться на поле С5 одним из коней, точнее, конем с Д7. Они перебираются в район поле С5. И вот в этой позиции, скажем, после хода ладья С1, у черных есть агрессивный ход Б5, который немножко раскачивает лодку. И позиция достаточно сложная. То есть, конь С7, форсивный характер, наносит ладья Ф8, слон Е3. Ну и по большому счету, вот, наверное, какой-то такой вот эншпиль вполне вероятно у черных вполне защитимый. Грабель, но кто знает, может быть, в партиях менее опытных шахматистов, черные могут и перехватить. Ну, так или иначе, наверняка такой сюжет для Каруана был приемлем. Могу лишь отметить, что у черных был еще очень интересный, хоть и не самый сильный ход, а ход Б6, который позволял вот какую-то такую позицию, структуру сохранить. И по большому счету, мне кажется, что вот эта позиция должна быть все-таки крепкой у черных. Ну, хорошо. Давайте двигаться дальше. Значит, далее мы посмотрим вариант, который случился в партии. Последний ход Король f7. Максим решил сыграть надежнее. Ладья d3, конь e4. Ну, надежнее-то надежнее. Оказалось, что вот Король f7 все-таки немножко, как сказать, ну, не то, что смолодушничал Максим, нет, конечно. Просто менее, менее амбициозный и немножко небольшая уступка. И явился небольшой уступкой. Король g6. Ушел королем. Взяли на 8. У белых появилось номинальное лишнее качество. Ну, и вот, несмотря на то, что, казалось бы, вот эти две пешки на фланге связаны, должны являться хорошей компенсацией, на самом деле, не так-то все просто, потому что у белых есть четкий план с давлением в районе в районе королевского фланга. В частности, пешка g7 впоследствии, после перевода слона на b2 может оказаться проблемной. Ну, и вот мы сейчас этот момент этот посмотрим. Итак, следовало, вместо хода конь c6 еще имел возможность, имел место быть ход ладья d8. И после ход ладья fd1, белые могли, черные могли сыграть конь c6, и после хода слона 3, скажем, играть вот такой вот имшп. Ну, опять-таки, это совершенно точно устраивало каруану, так как здесь продолжается игра, пешка b7 под атакой, и после, прошу прощения, после хода, после хода после хода ладья b3, b5 конь c7 пешка на a6 может быть опасной, и вот эти пешки, если упадут, то у черных ждет незавидная защита. Причем много очень материала на доске, то есть очень много легких фигур, что позволяет белым рассчитывать на большой перевес. Ну, скажем, вот какая-то такая позиция впоследствии может оказаться просто-напросто тяжелой. Ну, а второй момент, который надо отметить, то, что после ладей в d1 ход типа слон g4 не помогал в связи с тем, что белые успевали произвести такую вот операцию. Ну, и вот эта позиция тоже достаточно непростая для черных, то есть компенсация, конечно, есть, но объективно позиция хуже. Ну, давайте вернемся к партии. Партии, опять-таки, головоломные партии. Мы видим, сколько разветвлений и каждый, представьте, что вам предстояла бы такая вот работа за доской. Конечно, это изматывающая работа, особенно, когда твой противник очень здорово подготовлен. Итак, конь b6. Вот эту позицию, наверное, уже можно окрестить как неприятную, и об этом говорили все топовые шахматисты, в том числе и Владимир Борисович Крамник, ну, и про наших уважаемых Евгения, Александру и Ветерину я даже не говорю. Они верой и правда вчера отслужили в 7 часов. Итак, ну, вот такая вот была ситуация ладья d8. Пожалуй, это такой момент, который я определил уже дальнейший ход, то есть, последний был момент, когда слона можно было сохранить, скажем, вывести его на f5, но и в этом случае после хода слона 3 мы видим пешки пока заблокированы конем, а слон перебирается на b2 и вот начинаются проблемы. Начинаются проблемы, очень неприятная позиция у черных. Итак, последний ход конь bc8, ладья bc8, слона 3. Ну, вот несмотря на то, что, как я сказал, уже две вот эти пешки они двигаться никуда не могут, потому что мгновенно все это упадет и черным просто нужно думать о защите какой-то создании какой-то крепости. Ну, вот Максим в общем-то защищался вполне неплохо до поры до времени, но в какой-то момент все-таки пришлось идти на уступки опять-таки и вот случилось следующее. Словно f6 gf и вот здесь первая, наверное, неточность, которую осуществил каруван. Наверное, одна из мелких неточностей, мелких погрешностей за 34 хода в принципе можно допустить себе, пожалуй. И он сыграл h4, ход не такой мощный и немножко по структуре он ее фиксирует, то есть можно было аккуратненько сыграть h3, ну, либо сыграть более амбициозно может быть как-то так. То есть блокируя пешку b7, ну, и в некоторых вариантах пограживая ходом g4. Он же сыграл h4 и после хода h5 черные были близки к тому, чтобы партия вскоре не то, что вскоре, но в общем-то завершилась ничью, потому что пешку становилась все меньше и меньше боевых единиц уходили с доски. Но, тем не менее, он сыграл очень конкретно, то есть он дал шаг король f7 ладья g5 и вот здесь точно у черных был момент истины для спасения, так скажем, для хорошего шанса. Итак, после хода король h2 черные сыграли конь g6 ладья f2 и в этой позиции у максима была идея связанная с ходом король g7 кодом король g7 он обеспечивал следующий ход конь e5 ну, например, вариант такой взяли конь e5 грозит вилком сразу конь e5 прикрали f7 нельзя было естественно потому что конь терялся но в этой позиции после скажем ладья b2 у белой у черных еще появляется ход ладья e3 с идеей конь g4 нетривиальный ладью нужно спасать и после b5 в принципе эта позиция вполне играбельна и вполне защитима но опять-таки белые диктуют в любом случае защита предстоит непростая но это было хорошим практическим шансом что же произошло дальше максим съел на h4 белые съели на h5 завис конь на h4 конь вернулся на g6 последовало уничтожение пешки b7 мы видим что пешек становится все меньше и меньше но задача черных заключалась в одно поменять ладью и попытаться построить крепость чем в общем-то максим и занимался вот она позиция и что можно о ней сказать понятно что пешка а мертва пешка мертва то есть мы должны понимать более черными если мы играли как нам расположить фигуры для того чтобы была возможность построения вот этой крепости но здесь конечно неопытным шахматистам очень тяжело было бы но гроссмейстеры и многие комментаторы в том числе не пользуясь компьютерной помощью в общем-то знали стойки определенные и позиция на самом деле ничейная если черный конь попадает в район поля жисси и таким образом выстраивают так называемый забор так как план победы у белых заключается в том чтобы обойти эту пешку сбоку королем и напасть на нее в какой-то момент либо двинется вперед что позволит расшатать оборону либо она просто напросто потеряется на цукциванке так оно и случилось но давайте посмотрим как это случилось это король в 7 были движения в конце концов Максим бросил эту пешку съели эту пешку и вот началась эта крутилка долго обсуждали во время пресс-конференции где конь должен был располагаться но вот мы сейчас увидим этот критический момент которым Максим осуществил ошибку роковую ошибку итак ладья опять движение было такое мы видим пытаются белые как-то улучшить позицию но опять-таки здесь принцип изматывания противника с учетом тех хатов того выбора который делал Максим в течение партии конечно очень тяжело сохранять спокойствие концентрации так или иначе успокаиваешься кажется что ничья уже везде и так и сяк и вот в этот момент он сделал опять-таки ход конь a6 который партию проигрывает но опять-таки проигрывает достаточно чтобы выиграть такую позицию нужно иметь незаурядную технику и сразу понять почему проигрывает ход не так-то просто а легкой ничьей ну как легкой ничьей опять-таки не такой уж и легкой но ввел ход конь g7 и задача черных просто стоять по этим полям либо двигаться королем через f7 g6 ожидать так сказать прогресса от белых вот это было самым четким пожалуй и здесь большие шансы были на спасение вместо этого последовал ход конь a6 и здесь шах и король e4 но вот это опять-таки я думаю что сразу не понял королем что у черных все плохо так как вот здесь он начал опять придумывать что-то но в этой позиции уже решающего преимущества к решающему преимуществу судя по таблицам вел ход ладья a3 но и основная идея в том что теперь король проникает на королевский фланг начинает обходить просто в какой-то момент шахи не нужны но просто шах прошу прощения шах не нужны конечно надо было просто идти королем в этот момент и король начинает движение приходит на h5 в конце концов вот такая позиция белый играет g3 чтобы не было никаких шахов на f4 и король проникает на h5 таким образом партия завершается ну и по сути дела произошло что-то похожее в партии король f5 максим дал шах король f4 опять-таки шах и вот здесь вместо шаха надо было играть конь c6 и переводить колено на e5 но там опять-таки позиция тяжелая уже у черных то есть практически проиграна но после шаха максим сделал ход король g4 король g6 король f3 вернулся на f7 король e4 и выяснилось что после хода конь e7 опять-таки король f4 и король f5 король вот такой вот осуществил треугольник впоследствии передал темп черных и ладья вместе с королем соорудили все-таки вот эту конструкцию когда король проникает с другого фланга и вот мы видим после хода король g4 король приходит на h5 таким образом партия завершается вот такая вот партия произошла очень непростая вот в этой позиции ваш я сдался признал свое поражение потому что как в случае конь e7 король скажем f7 конь d5 партия выигрывается элементарным переходом в пеший член так и в случае конь f4 точнее прошу прощения конь f4 да конь f4 в этой позиции король g7 g7 секундочку конь f4 король g7 тоже партия завершается ну можно да грозит на любой отход главное не пойти король f7 ну скажем можно пойти король a6 и передать очередь хода посредством ладья f1 ну и так далее ну вот такая вот замечательнейшая партия тяжелейшая партия конечно для всех безусловно интереснейшая надеюсь было вам также интересно сегодня у нас второй тур пожелаем успеха безусловно нашим сегодня в мега дерби Грищук не помнящий Александр после вчерашнего непростого поражения против Кирилла Алексеенко играет белыми белыми ну а я лидер я сейчас вам покажу покажу стендинг после восьмого тура сегодня в час дня начнется трансляция с полной аналитикой последнего дня предыдущего точнее ну и следите за шахматами будьте здоровы и следим вместе за турниром претендентов вместе сейчас Кумру ну что ж спасибо всем пока пока субтитры